Тема 715, креативные посылки студентам. Когда ваши дети уедут в другой город учиться в колледже или институте, захочется вам их порадовать. Конечно. Но что вы можете им отправить? Деньги на карточку, пусть пойдет и сам себе что-нибудь купит, продукты, хотя в дороге они могут испортиться и лучше отправить деньгами, открытку с пожеланиями удачи. И все. Что такое можно послать современному студенту, чтобы это был приятный душевный подарок? А что-нибудь такое, что он не купит за деньги? Что-нибудь креативное, в то же время полезное и чтобы заранее его содержание было неизвестно, сюрприз, одним словом. Этакий киндер сюрприз, но в более серьезном исполнении. Мать одной студентки и придумала подобный бизнес, посылать студентам праздничные тематические наборы. Которые им обязательно понравятся и будут весьма кстати. Например, один из ЕЕ наборов на день рождения, Бирдхдайбаш, сюда входит, фото рамка, печенье с выбитым именем студента, крем и конфитки для украшения печенья и хлопушка с конфетти. Мило получить печенюшки со своим именем и весело будет обсыпать своих друзей из хлопушки, хотя, конечно, это немного детский подарок, наверное, он больше для студентов в колледжей. На день Святого Валентина, сюда входит пара оригинальных носков, цвета и размер можно выбрать отдельно, набор для изготовления конфет в виде сердечек, наборы леденцов в виде сердечек и средства по уходу за телом. Набор «Ночной кинопросмотр» В этот набор входит карточка Visa с 25$ на ней, для двухмесячной подписки на сервис Netflix, попкорн, 4 чашки для попкорна, наборы для изготовления своего попкорна, сухой лимонад, прихватка и один из кинохитов прошлого, из 70-80х годов прошлого века. Необходимый минимум для просмотра кино в знакомой компании. Есть в этом интернет-магазине и другие наборы, можете посмотреть сами по адресу midtermseek.com.bara.shop.bara.chair.ru На мой взгляд, немного наивные, детские наборы. Но, может быть, американские студенты, именно такие. Им это подходит. К тому же клиенты сервиса креативных посылок, вовсе. Не студенты, а их мамы. С другой стороны, сама идея мне нравится. 1. Удобно с точки зрения клиента. Не нужно самому подбирать подарки, упаковывать их и идти на почту, все за тебя сделает фирма, которая и подготовит, и упакует как надо, и отправит посылку по нужному адресу. 2. В составе набора я вижу не только вещи и сладости, но и желание привлечь к получению подарка не только получателя, но и его друзей. Пусть ваш сынок или дочка сближается со своими однокурсниками. 3. В каждом наборе обычно есть подарок из разряда «Сделай сам», «Сделай сам» конфеты, попкорн с нужным ароматом и «Товарищ поселок», это тоже интересно для получателя. 4. Подарки, тематические. Не только на день рождения. Но и ко дню Святого Валентина, на выпускной, для проведения весенних каникул и вечеринок, наверняка список тем еще увеличится, так как проект еще достаточно молод. 5. Позволяет развивать креативность своему создателю. Все указанные в наборах товары, в принципе доступны в обычных магазинах, американских. Все как раз оттуда и берется. Нужно только составить интересное их сочетание, тогда получится креативный подарок. Такой набор может составить любая наша домохозяйка, которая захочет создать подобный бизнес. И желательно, но не обязательно, его открывать в крупных городах, как раз там, где есть массовое скопление студентов. Так вы можете сэкономить на почтовых. Расходах Например, живете вы в Москве. И знаете, что многие студенты приехали в ваш город из других российских городов. Вы можете обратиться к мамашам этих студентов, через интернет, конечно, и предложить им порадовать их чадо каким-нибудь душевным и интересным подарком. Или наоборот, создать такой сервис в своем городе, здесь вы будете ближе к матерям уехавших из города студентов, например, из моего города очень много выпускников каждый год уезжает в Москву, Петербург и Нижний Новгород. И в плане доставки понадеются на почту или какую-нибудь транспортную компанию. Насчет наборов, сделай сам, пока не знаю, у нас их, наверное, не слишком много, хотя если применить. Фантазию Можно самим что-нибудь придумать. Ну вот, например, можно подарить именные кружки, наверняка вы знаете имена друзей своего ребенка по общежитию, всем соседям по комнате, для укрепления их дружбы. Или можно подарить по полотенцу, лишнее полотенце в общежитии никому не помешает. Любые сладости можно подарить. Настольные игры, подвижные игры для вечеринок, есть такие. Или что-нибудь прикольное, что сделает вашего ребенка популярным, три ниже приведенных подарка я нашла в западном интернете. Например, пакетик для кусочка пиццы или микробутылочка для кетчупа, если столовская еда кажется пресной. Студенту можно подарить прикольные тапочки. Если посидеть, покреативить, можно придумать нечто. Оригинальные, практически полезные и душевные. Скрасить жизнь бедным измученным студентам, помочь им наладить хорошее отношение с однокурсниками и просто напомнить о себе. Такой подарок от родных много ценнее, чем просто деньги или поздравительная открытка. Он напомнит студенту, что о нем заботятся, его любят и ждут. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...